Фейдстай Найт, Хевенс Филл, 114 эпизод. После обеда вернулся к себе в комнату, чтобы отдохнуть. Утоски дела, и она отправила свою комнату вместе с Ирией. Вот что мы имеем по ее словам. Сейчас мы ничего не можем противопоставить Зойкину, поэтому остается только ждать, когда Тоска закончит свои приготовления. Сакура вернулась в свою комнату. Во время после обеденной уборки у нее скружилась голова. Она хорошо выглядела утром, и потому я был спокоен. Хотя на самом деле нельзя сказать, что она здорова. Мы с Тоской настоялись, чтобы она отдохнула, даже если она чувствует себя лишней большую усталость, поэтому Сакура сейчас у тебя. Я проверяю подвижность руки. До этого она отказывалась двигаться, но теперь я способен пошевелить локтем. Я до сих пор ничего ей не чувствую, но она хотя бы не болит. И уж, если говорить о боли, то метка, пересаженная Тоской, досаждает куда больше. Сразу в плече, горле и в пупе. Как будто в эти места вкручены болты. Чувствую себя Фронтенштейном. Я будто киборг, которого можно увидеть в фантастическом фильме. Забавное сравнение, но мне как-то не смешно. Да, звучит не очень. Я хотел проверить состояние руки, хоть даже не удосужился подойти к зеркалу. Проходит второй час. Итак... О, еще и выбор. Вряд ли на что-то повлияет. Пройдемся по всем. Схожу, узнаю, как обстоят дела у Тоски Илли. Любопытно посмотреть, как продвигается их подготовка. Не исключено, что я им чем-то смогу помочь. И вот... Спустя секунды получаю оживительный пинок под зад и гонение за дверь, так и не проронив ни слова. Что это, что-то правило. Но... Если заодно сделают по себе опомнировать, то есть... То-то страшно. Что это заодно? А сейчас это все равно не поможет, чтобы кто-то беспокоит. И вот, конечно, что я занимаюсь с того, что это просто так и с тянетом, поэтому... ...поминалисты не может помочь нам с ним, да? Какому я желаю, когда я и Ирлия достала, как и в своей руке. Точно так и в том, что он неaru. ли урина с дома вот оно что с таким объяснением я могу понять с чем-то я не смогу с чем-то и я не могу с ней поделиться даже несмотря на то что мы напарники однако пузова ума и надо им меня сказал на него у кассе я у кассе ту юка теперь образ примерно ученицы подчеркиваются еще сильнее на похожи на некого руководителя смогу не оттен шоу мегалина ты 1 дилетоксика как и найкара я спросил я стараюсь сделать вид что это просто мое воображение она серьезно жуть какая она действительно хочет покарать меня за то что я ошибаюсь по дому хоть она верила мне отдыхать и набирать ссора кейсотс дата а то сака не言われた通り и уданошки и ядерия сын 別にいいけどそれだけ動き回れるなら他にやることあるんじゃない сироуの助けがいるのは何も私たちだけじゃないんだし пока сэйбер пока сэйбер жигак синасай а нато асакрана генки нам это надо кара лицо вспыхивает такие слова в гонят меня в краску юкаша сакраном мимо и у сети на рау штикрыя я топор накиваю как робот стей не кима тело еще на так тайтей на кота аозапо на ксене цена и кота до кики утика серенда кора пока он захлопывает дверь кому-то сакура по соседству с этой до нее нет и метро так у него все проведу сакуру хоть она и вернулся комнату но я волнуюсь вдруг она не отдыхает я тихонько постучал в дверь слышится я вялый голосок видимо она спала теперь прихорашивается чтобы встретить меня должным образом спустя пару минут тут я смотрелся понимаю что захожу в комнату девушки я был здесь и раньше но при других обстоятельствах в тот раз сакура была без сознания теперь же она сама открывая дверь приглашает меня войти а я сам на джаной без не наника так она китанじゃなくて сакура на они не шутки и занимались не на ютиматик а у нас вот так как я взял сэрна как гадресное это сэрна как я это сэрна сэрна ласни мастер на как океан материя сакура так азелен мури ште уоки марокатур манна тсгар ароний в мире ште укошки манинна мангар орина ковго сгита митая Ясно, думаю, над своими словами, но Сакура лишь смеется. Да, Сакура. Да, потому что я не очень здоров, что я не могу, но я не могу. Поэтому я не могу сказать, что я всегда могу. Но мне кажется, что я не могу, и я не могу. Я не могу, если я не уехал, то я не могу. Верно, после обеда мы отговаривали Сакуру от уборки. Меня на нее собиралось слушать, и пока я решал, как ее убедить, на помощь пришла Тосака. Но хорошего в этом было мало. Если ты отключишься, нам придется тебя убить, потому что ее слова были такими. У Сакуры радостный голос, ясно. Она знает, что Тоска заботится о ней, какие бы слова она не подбирала. Смотри, вот, с этой позиции, я так же не могу, чтобы я не могу, чтобы я не могу. Благо. Не волнуйся, я не говорю, но Сакура, ты будешь спать. Если ты будешь спать, то будешь спать. Я пришлюсь к вечеру, так что я прийду. Если ты будешь спать, то я буду спать. Сакура. ход схватил из-за мою рубашку сакура редко чем-то просит она не любит нагружать других людей поэтому старается справиться со всем самостоятельно насчет сагура действительно просит меня о чем-то в этой просьбе нет ничего особенного но для нее похоже на самое эгоистичное потому она выглядит как так скованно я использую любую исполни любую просьбу на она просит лишь о мелочах подобных этой я говорю это сакура сдерживая свое желание обнять сакура поспешила глядя у чала урина и дырка сакура поспешила в постели потрепал ее волосы проходя рядом и пошел заваривать чай да сменила сцена кстати говоря за весь день я так и не повидал райдер а принимая в расчет то что она к откуда-то присматривается сакурой мне в любом случае стоит с ней поздороваться если она где-то рядом в доме райдера нет здесь ее комната но не похоже чтобы в ней вообще кто-то шил остается единственное место которое ей могло как понравится так и быть с видом на комнату сакуры от единственное место которое приходит мне в голову сарай отсюда хорошо просматривается комната сакуры места неприметно и обычно пустая я крикнул пустующий сарай тайки с той массы на не каю диска сиро катал райдер внезапно появляется передо мной видимо она была форме духа ну вот я пришел поздороваться теперь встретившись с ней нервничаю меня не отталкивает личность райдера вынуждающий людей держаться от него дальше но как представителю сильного пола мне сложно не обращать внимание на ее наряд до наряды правда вызывающий на не каюки на аренок а то дознать адреса а ямбез не коррета это южа майна таро айсат гаммада дата к на ухо и угро его идти у китай все диска и ответ души сопрямолинея в целом именно этого я ожидал на самом деле так мне даже легче будет вести разговор потому что я ждал трайдер такого отмета и маманда а чо дотина и тэбра брасти на товар найда ва кокуда я сакра на кэму к и ватаси на сакра на саванта диска конечно гаммей жена и кагири а на то я тоже калин ума море куда варима с и фунтка и уготта райдера на солнце крыльевым не асин деги я вздохнул с облегчением я переживал но похоже что сакура не пытается довести себя до изнеможения ариго то найда коррекрама сакрау я роско я вашей рукой направляюсь от нас и чтена на риме я останавливаюсь перед дверью он он дал урэ не кота и раре луку то ты а аммари найзо и и аната джи синякота диска 5канет и амми я щил у и марну аната на гэндой гердода говорит не знаю что я сэр уэ угои о причина я сэр у го и оэ ухо ви щита то юга на за юка те на до додо и и в иоряны а Давай оставим это для первого рута, забудем об этом. Я не могу сказать, что это не страшно, но я хочу сохранить свою структуру. Если ты двигаешь, Сакура будет疲れ. Сакура не хочет использовать魔力. Так. Если я двигаюсь, Сакура будет трудно. Если ты действовать, то Сакура будет трудно. Я не хочу дать вам много работы. Субтитры сделал DimaTorzok ты вас и глаза направлены прямо на меня а за куком жогина райдерной пинчи на то и кассе гибан датикте которые или ему ки не как это и как-то кинтония пен то вы деканцы я на киуче не учет таки да 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 на сиба у стиль и как лиц на формы такой на диск райдер на пинчи не на раме не я рада точно не снова и хана стопа но и сфера меня проблем имеет больше это значит что мне нужно ввести или в безопасное место она не хочет идти в церковь но оставлять ее одну в замке было бы еще больше нет так ну понятно если он успеет пока живой помочь райдер она поможет ему после если он помрет не помог и не может то и обещание не было он только сумму и хана стаса и нам цена латте и нас да она тема сакини ваточу таскет и давай номинах нас диска я шумлял я рад что рада согласилась давид только что найда и молотка правда я видел логика радар стоит на своем раз она сама об этом говорит может быть она и права атмосфера стала какой-то напряженной я уже хотел было вернуться в дом но моя увлеченность райдер этого не позволяет она молчаливый холодно как всегда кажется что она хочет что-то сказать атмосфера становится все напряжение однако это конечно место на райдер высокая велосипедия и делая лицо скрытая под маской лишь однажды но да прекрасно тосака и сахара тоже красиво на красота райдер совершенно на никаким он диска сиро а гимн ты буду нам уже майна на чисто по-хорошему она по сути греческая богиня частично богиня к нам и нас и нанде шок на найда ты все это каяна да не особо поедут ли японцев конечно мой вопрос прозвучал довольно прямо что это почему она пить слайда и и и и так не имею алинас и и кедал он где ассинчо 2 грамм на ул или и так и から как на на жуаку и тердом он дакал сцена с тема не ваку тайны гимон варену нет пока не что это беспокоит три размера спрашиваю на скотин киеву кайс нас рейдер явно беспокоен обычно нас по обычно спокойно райдер так волнуется значит ли это что сена такая кодолки не стирнука райдер застыла кажется я попал в самую точку могу молчим замешательстве не думаю что она способна вынести эту тишину о кассе диска на тишина к на юна кота не подавали на это за сестер интересно они типа маленькие а я у кассе ты юри мию на вакаранах ты к томат это она низкая она мне по плечу была бы на анде как к и жанга найда по-моему она слишком требовательных себе я бы хотел такой рост серьезно и вновь тишина вместо до моей головы доносится что я слишком отвлекает обязанности страны это о рейджа маккана райда соли с не натоши а мата у золкин на шею гекки не сына это суббота как кисти а нато на кукой у как и дектора суббота как кисти или имена нет смысла типа прятаться и сговаривать а сужая с русалом модерн и сама стиваль на ты краса сиро она останавливает меня и мне приходится разворачиваться уже во второй раз рейдер с тревожным видом прикусила губу после чего ты на айте линадара сакуре на камбе у вас что к дэссэ анатами это иначе сакуре на кино мочи он отчинаем меска на суда на осуги не к сакуре не ухана стасы мэрио сурикана чан то я сунтерка амиде для я рейдер права комната сакура недалеко отсюда так что вторую половину дня я посвящу еду суда ажими на юки он и вас рэд это я поворачиваю скрайдер в третий раз нам дыша сиро ахая майда асана айсат вот так теперь хорошо было бы глупо забыть его приветствуюсь когда я пришел именно для этого после чего ухо и ухо цена сиро ты на ватаскаре моих кайдейта кота ухит от граяда возвращается и успокойствие на холмана меня смотрят мама анатана кодова мэра на ой асана айсат не у соседей же как вам ухили серии дальше а а не могу на и а чё си саке маной айдар на тешо конгоは気をつけてほしい それと са ки до на кота бара в сурететь к са киほど на кота бады помеха и она улыбается и в этот раз я не ошибаюсь она действительно улыбается сакра и рука ирка урка урка и тихонько сейчас на двери слышит ее вялый видимо спала все что лежит читал а то есть я понял окей то есть мы просто скипаем чьи-то диалог и сидите дома Вот. Эта ситуация более волнующая, чем кажется. Я наедине с Сакурой, она прямо передо мной, я могу видеть ее обнаженную шею, ее принятельную грудь. Это напоминает меня позапрошлой ночью, я невольно прячу глаза, а я бегу к кнопке на всякий случай. Ринтоп, что поделать? И потому, зеркаемые с Сакурой слова проходят мимо моих ушей. Что? Я потеряю самообладание, если буду сидеть к ней настолько близко, я ведь все-таки парень. Воспоминания о той ночи, поэтому вам не желание повалить ее на кровати и вновь насладиться ее телом. Пытаюсь успокоиться, делал глубокий вдох. Я не могу сейчас её повалить, ей ведь нехорошо, постойте, а ведь ей это то станет лучше, ничего плохого там нет, ничего плохого, но... Точно, тот, скажу, в соседней комнате не с Илей тут же заметит, если мы будем заниматься подобными вещами, в итоге они будут презрительно смотреть на меня за то, что я занимаюсь таким средь бела дня. Ты? Сакура? Ты... Сар... ну... ну... что-то не так это было приступать... Брух, мне очень интересно, что было в реал-кнуло в этот момент, потому что это было очень странно. Заметив, что Сакура расстроена, выползая из своих фантазий в реальный мир. Нет... Но не все-таки ничего не обрабатывали, что ничего не было. Ну, да... Я сказал что-то очень сильно, но я не слышал... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Точно, я спрашивал Сакура об этом. Ну да. За ням-ням куншить людей, да? Кто знает, кто знает. Я понимаю, Сакуру. Тяжело, когда твой идеал рядом, от этого начинаешь чувствовать себя еще более ничтожно. Аршир залетает темом ням, бро? Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя! Так что я понимаю, но... Я не уверенно спросил. Будь тоска здесь, она бы мне уже поддала. Так. Я думала, что ты будешь как-то сценивать, как-то сценивать. А, конечно, не только сценивать, а сценивать. и какой ей сакура восхищенно говорит о то соки не хочется этого признавать на толсткой правда классная она мужественна в том плане что всегда отвечает за свои слова верно но сакура не встретила сакура в нем что-то сакурой в том что я очень любил сакура да я не знаю я не помню меня не знаю что в Зеренном говорили что Сакура в доме Зокина год Вроде бы А им тогда по 7 лет уже Ну 6 значит ей было Окей ей 5 лет было 5 лет все таки возраст который В котором ты уже неплохо соображаешь Ну правда опять же учитывая там все возможности Эксперименты и так далее И эта память немножко расшибла Такое тоже возможно Но по идее Рин Рин еще и постарше должна была быть Не знаю Возможно просто решил В чем ты паришься Но я уже не знаю, что она была нынешней спорта для себя. Это мало понижений, но я не могу говорить о том, что мы, в окном, запрещали мои 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 шансы вошёл в нем. Т. sjк? Звучит. Ну что вы говорите, он не знал, что он был знаменимый, поэтому мне ничего не в порядке. Да. И так, что я никогда не встречал. В школе я часто звонила, и я тоже пришел к учебу. И... И... Я всегда думала, что я всегда знала. Я просто смотрела, чтобы было хорошо. Ну, я не знаю, что ты не знал, что ты не знал Типа какие наиболее удачные и лучшие истории Типа уже дальше выбирать можно, да Ну или какой финал мне окончательный больше нравится Именно эпилог, можно так сказать, да Какие последствия наиболее интересные Это же не Чайки, где просто кинетическая новелла Какие это страшно? Что это не значит? Мне есть не так... Я не знаю, мои мальчики Мальчики это не имеет значения наиболее Наиболее это компонентным действиям Продолжение следует... Я не могу просто кивнуть в ответ. Я не представляю, какой магии обучаю Сакуру в роду Мата. Магия, которую ее учили, является ереси, и Сакура из-за этого страдает. Ну, ереси нет в понятии, да, такое, поэтому все нормально. Преграда между Сакурой и Тосакой — это различие в магии их семей. Чем больше Сакура ненавидит магию Мата, тем больше она ненавидит себя. Блин, дышать круто, блин, дышать не круто. Затем Сакура посмотрела вверх и начала говорить на манер Тосаке. Окей... Но я только не мог бы жить и не могла. Я был родственником, что я был родственником Матоли, и я был родственником Матоли. Матоли, если бы не быть виноват, то я был бы умер. А, мальчик! Четверки, я не могу сказать. И все равно, если мы будем прибыться с мобилой, то это же не достигается прибыль. Мне, поэтому они не могли вызывать людей, но я не могу способствовать себя измениться. У меня не осталось, что я может не провести себя измениться с маком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я искренне на это надеюсь Дело успехи пусть быть может и медленно Если я не смог почувствовать присутствие Сакуры совсем недавно, то моим тренировкам грош цена Я вздохнул с облегчением, думаю, что могу простить себе, если это была полгода назад Ну, так, Сакура, что-то, 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 что-то Не считая, Кирицыгона стала первым человеком, видевшим меня за тренировкой Я сколько дней назад я тренировался с Тосакой, но эта тренировка отличалась от тех, которые я провожу в сарае Так что мнение Сакуры будет более... будет своего рода испытанием Сакура максимумата, так что она вполне может меня оценить Эээ... Но... В зависимости от того, что я буду использовать Макухи-кен Не не уйдет, но Если вы получите деньги, то Собственно, что-то Это... Ага, то есть? Ну, я думаю, что Макка, то есть Но, милый, я не смотрела в это время. Нет, я не смотрела, и я не смогла видеть. Милый, я не смогла видеть. Да, я не смогла видеть, чтобы не было. Ну да, Алина тоже смущалась. Я понимаю, что Сокора хочет сказать. Создание магической цепи вынуждает меня ограничиться смертью. Мое тело тут же взорвется и все слегка потеряю в концентрации. Но разве для мага это необычное дело? Кирицеву говорил, что смерть это вечно из подвижных магов. Что? Я слышал, что это такое. И мне не просто, что это просто необычное дело? Нет. Это необычное дело. Необычное дело или неправильное дело. Продолжение следует... Ну да, он даже не на кое-то это веселым, интересным. Да, мне тоже было тяжело, но мне всегда это было интересно, делала ради себя. Не здесь, здесь он уже сдался. И не следует своему решению. Говоря подобные вещи с таким серьезным лицом, ты меня сильно смущаешь. Или... Я не нахожу, чем ответить ей на эту серьезную речь. Спасибо. Я очень рада сказать, что Сакура мне сказал, что я очень рада. Я смущен, но я сказал ей, что чувствую. Сакура смотрит прямо на меня с широкой улыбкой. Ох, как это неудачно. Из-за этого выражения лица могут вернуться шальные мышцы. Слишком ведь я от них только избавился. Ну, я уже скоро вернусь. Сакура уже нестит, да? В夜 тоже есть, но я бы хотел бы отдохнуть в вечер. Я показательно погашлял. Я посмотрел на стену по ту сторону, которая должна быть Тосакой или... С-с-со-де-сне. В夜 тоже есть, но... В окне есть у нее... В окне есть у нее... Она просто обогрела, и я понимаю, что я чувствую. И я уверен, что пока обогрела. Ну, я вернусь в дом. Если вечером, я буду позвонить. Ну, что... С-это... 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 Ум... Отсказано Хейё... Проливистым тоном слов, но прицепливаю с улыбкой. На самом деле я сам хотел попросить об этом. Она настолько робкая, что возможно даже не представляет, как сильно я в нее влюбился. То есть... Ты не любишь, что мама здесь. Если Сакура улёт, то я выйду. Это и так? Ну... М-м... БASI! но сакура рад это рада это слышит только это убивает весь мысль нашего уговора сакура тоже замолкает как только ложится на кровать в кровать видно что она устала кажется что она заснёт как только лишь и все же но у тебя сентября 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 судя потому что она говорит спать она не собирается аа анатолия еще одна с облегчением сакура миссия манец андис я не отец какой-нибудь о сиренова и это она на вас она башеноги она кому-то на и сакура сказал так словно это не стоит и внимания но это посвящало как-то весьма не к месту сара-сара кирича коротакара чанто ста тетя шинаи то что матча компонтики на кайки цвадеки Сакура выглядит сонливой. Я не могу ответить. Я могу только убеждать себя, что Сакура несет к Олесицу, потому что засыпает. Сен-пай. Сокура, ты здесь, да? Да, я здесь. Хорошо. Снэм ставишься кошмаром. Сакура медленно закрыла глаза, ее дыхание стало ровным, и она погрузилась в глубокий сон. Я выключаю свет и покидаю комнату. И хоть я видел, как спокойно заснула Сакура, спокойствие на душе у меня не появилось. Бу, мне кажется, что это было просто бессознательное обрамотание прямо перед тем, как она заснула. Сакура, верься. Что? Дождается ответ, он распахивает дверь. А, окей, понятно. Просто кшинжи, окей. Он никогда не ждал ответа сесты перед тем, как отворить ее. Он говорит, какая проблемная девушка, ну, в таком духе. Типа, куда мягче, чем текст здесь написан. Невнят набуркнув самому себе, он заходит в комнату. Ширка по стене руками, Маташинжи углубляется в комнату сестры, подобно слепому щенку. Он продолжает цепать вопросы, на которые никто не ответит, ведь в комнате никого нет. Его сестра не появлялась дома вот уже несколько дней. Стоило ли удивляться, что хозяйки комнаты нигде не было, но шинжи продолжал неугомонно метаться в четырех стенах. Его руки касаются часов, и он сбрасывает их. Звук бьющегося стекла оказался более раздражающим, чем ему казалось. Он начинает все разбрасывать, как обезумевший, и так тоже было всегда. Такая душина существует для него каждый день в последние несколько лет. Она была самым действенным выражением протеста перед правдой, которую он открыл для себя три года назад. Родословная Амата пришла к своему завершению вместе с его рождением. Благородная семья утратила свою мощь, обратившись в обычных людей. Единственным достоянием остались лишь собранные знания. Некогда великий род магов был вынужден встретиться с судьбой и уйти в небытие в этой далекой стране Востока. Он знал еще с малых лет. Амата – семья, которая передает по наследству свои тайные учения. Но теперь это в прошлом. Поскольку Мата больше не могут применять магию, им пришлось связать себя с социумом, как и полагается обычным людям. Но он считал иначе. Магические цепи выродились, оставив их неспособными к перенятию таинцевого рода. Родословная магов закончилась для Мата в поколении его отца, и он знал, что не имеет права наследовать фамилию своих предков. Тем не менее, семья Мата продолжает существовать. Родословная мертва, но ее знания нет. Одного наличия этой особенности для юношей вдавается достаточно. Он считает, что отличается от других. Семья Мата была избрана. Этого не изменить, даже если они утратили свою мощь и перестали быть магами. Он был горд собой, потому что был рожден в особой семье, чтобы получить особое воспитание. Пусть даже он неудачен как маг, он был рожден в семье избранных. Но в эту семью избранных пролез чуждый ребенок. Его отец усыновил ребенка, который не имел с ними ничего общего. Начало всему этому было положено 10 лет назад. С этого самого дня девочка Сакура стала для него младшей сестрой. Ну, если у нее уже форма средней школы, правда. С первым впечатлением он возненавидел своего нового родственника. Он не хотел, чтобы чужие объединялись с семьей избранных. Тем не менее, день за днем мальчик начал привыкать и принимать ее как свою сестру. Сакура была тихой, обычной девочкой, ничуть не спокойнее сторожевого пса. Способнее Проявлять враждебность к такому существу было бы напрасной тратой времени. Напротив, он даже видел в этом некое очарование, если рассматривать ее в качестве прислуги. Он просматривал книги, впитывал познание маги, которое не мог бы применить, дабы напомнить самому себе, что он является главой рода. Приступить к обучению мог только он. Его приемная сестра никогда бы не была принята наследником, так что у нее не было права претендовать на что-либо. Его сестра должна была жить как самый обычный человек, никогда не познавшись строго охраняемые семейные тайны. Однако, это было источником утверждения его гордости. В семье магов только один преемник, предсначало. Ему это было известно, поэтому он не удивлялся, что их растили по-разному. Только один мог изучать магию, потому было ожидаемо, что его сестру растили отдельно. Только ее ущелье магия тянет. О да, он жалел свою сестру, живя в одном доме с одними и теми же родителями, лишь он из них мог называться особенным, потому, собственно, сочувствовал своей сестре, потому что она не может быть выбрана. Это было подобно жалости высшего, который смотрит на всех свысока. Именно это в большей степени тешило его гордость. Для брата сестра всегда была некой ошибкой. Сестра всегда боялась у его брата и опускала глаза, избегая его взгляда. Он воспринимал это как стыд, и поэтому презирал ее. И по той же причине любил. До той поры, пока не узнал правду. Когда он случайно набрел на ту комнату, то издал полное удивление возглас. Комнату, о которой мы еще не говорили. Знания, которые не были ему переданы. Способности, которые достались не ему. Все было в пределах этого зала. В центре зала лежала обнаженная девочка. Ее окружало свора темных червей и его внушающий ужас дед. А отец лишь презрент нагляд делался на мальчика, дарив его взглядом, которого тот прежде не видел. Это стало последним ударом. Кстати, да, вот значит, Бьякуя жив-здоров. То есть его Кирицугу не убил. Все, чем он верил, что сделало его таким, каким он был, было перевернуто с ног на голову. Не он был особенным. Не его сестру держали на расстоянии. Не она нуждалась в сострадании. И тем, кто смотрел на других сысока, оказался не он. Его жизнь капитально изменилась. Поскольку больше было нечего скрывать, его отец сменил свое отношение к сыну на более грубо и стал больше проводить времени в открытую с его сестрой. Его сестра ничего не говорила, лишь только продолжала склонять голову, как и всегда. Он по-прежнему считал, что так она пытается избежать его взгляда. И тогда она сказала, тем самым проявляя к нему жалость. Она произнесла это с теми же эмоциями, которые он когда-то питал по отношению к своей сестре. В кибер-униженное. Он расхохотался. Для него это было смешно. Настолько смешно, что он захотел убить. Тот, кого он воспринимал как ручного сверька, на деле казался его хозяином, а он просто дурак. Что именно из-за того показалось ему смешным? Должно быть как первое, так и второе. Тогда, когда он неуверенным шагом вернулся к резиденции, лишь тогда он осознал, не вверх перевернулся с нот на голову. Пак было всегда перевертышем. Тем, кто ничего не понимал, был он сам. Но он впервые познал собственную ничтожность. Следующие за этим три года приносили ему лишь боль. Его отец умер, а дед заботился только о Сакуре. Матошин же стал в этом доме сгустком воздуха. Он воспринимался как нечто существование которого не имело значения, и в действительности было именно так. Она ошелела этот сгусток воздуха. Она присмыкалась перед ним. И хоть она никогда особо не разговаривала, она извинялась перед ним каждый раз, когда видела. Она извинялась за то, что отобрала в Матошин же его положение. Она не могла просто не замечать его. Ведь тогда бы он не мог его возненавидеть, и не смог бы цепляться за надежду. Сакура приносила свои извинения. Извинения означали покорность перед чем-то. В таком случае... Я твой... Добрый брат. Принимая во внимание все представления, которые ему пришлось вынести, он не видел в этом ничего плохого. В комнате нет никаких признаков жизни. Но это было ожидаемо. Комната Матосакры подземный рассадник щербей. А это лишь для отвода глаз. Обыватели комнаты нисколько не заботят, сколько вещей он здесь перебьет. Эта комната ничем не отличается от таблички на двери висящего входа. Он вбивается пальцами в простой вещь, принадлежащей ему. Причем, лишенная собственного мнения и воли куклы ушла к нему. Это было его просчетом. Он знал, что она привлекала Эмию Широ, вещь, ни в чем не находившая интереса после знакомства с ним научилась разговаривать. Она постепенно стала восстанавливаться и в конечном итоге предала его. Адрессировала ее и никогда не ослушиваться его. Но сейчас она предпочла чужого Ка собственного брата. Его тет даже не пытается вернуть Сакуру обратно. Он заявил, что все отлично и более того, запер его в этом доме. Вообще-то он говорит, что типа ты увидишь Эмия за то, что типа Сакуру стырил. Верно, если кукла непослушна, он просто обнулить свое отношение к ней, с ней, к тому, который преобладал ранее. Раз уж она обрела надежду стать человеком. Их... Какие-то... 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 Ее... Его пробирает смех. Его отражение в запотевшем окне настолько же ужасающее, как скалющийся череп. Это все вырешите. Не пугайте. Ну да, подробнее историю вы рассказали. В принципе, я так и думал. Единственное, что про Бьяку известно с Алла больше. А то было непонятно еще с ним и вообще куда он делся. Все еще непонятно, что он помер-то. И где его жена? Ну ладно. Помер и помер. Бывает, случается всякое. А так, да, довольно филерно получилось. Просто сценки различные, разговорные. Окей, конец записи.